Мы поймали в этой шумихе и веселухе, поймали Желина Гаврилина, предпринимателя, создателя платформы BoomStars, со-создателя. Расскажи, зачем это все? Зачем я создал BoomStars? Зачем это вот эти голые и счастливые люди? Все очень просто. Помимо того, что это образ жизни, образ мышления, как я это осознал и понял, я пришел в эту практику, в этот процесс с одной простой целью. Я не хочу болеть. То есть предпринимательство и бизнес – это постоянный рост, увеличение своего дохода, большее влияние, больше власть. Спасибо, Катя, что на роль. Здорово. Ага, больше власть. Больше влияния, больше пользователей своих продуктов или услуг. И чем выше ты лезешь в гору, тем больше стресса. Мы же предприниматели живем в условиях нестих вероятностей. И систематическая болезнь, она просто лишает тебе огромного количества ресурса. На неделю простыл, две недели – аут. Три-четыре раза – вот тебе пару месяцев ты вне игры. Плюс выгорание, постоянный стресс. Плюс выгорание, плюс постоянный стресс, плюс неправильное питание, плюс внешние угрозы черной лебеди. И про мимков я слышал давно. И вот то, что происходит здесь – это вот такое переключение. Потому что мне раньше было – искупался, заболел. Я сегодня купаюсь в третий день в речке, в море, вальдоут в этом мчании и не болею. Елена – наш гость, ей 55 лет. И я хочу спросить Елену, а зачем в 55 вот такие туры? Ой, Жень, знаешь, я считаю, что это просто здоровье. Вот с возрастом я хочу все-таки отметить, что после 50 идут определенные изменения в организме. И я считаю, что дыхание и вода холодная – это просто здоровье, Жень. Это я вот перезагрузилась. Просто советую всем, потому что я считаю, что это здоровье. А в целом как туру? Только честно. Очень мне понравилось все. Организация, питание, люди, которые приезжают. Просто всем рекомендую, не бойтесь, приезжайте. Потому что у меня были сомнения. Я немножко переживала. Когда я приехала, у меня все растворилось. Потому что люди приезжают, которые понимают и знают, что они хотят. И здесь вы получите полностью все исцеление однозначно. Еще приедете? Да, конечно. В Абхай. В этот самый... В Архиз. В Архиз. Я еду в Архиз. Однозначно. Мы едем в Архиз. Да. Спасибо. Четыре года назад у меня диагностировали болезнь крона. И я искал разные варианты. Я и лечился разного рода лекарей, и медитировал, и работал с психологом. Четыре года эта история со мной. И я, получается, нашел такую возможность, что оказывается через метод Рима Коффа люди избавлялись. Где ты услышал? Да, на YouTube. Потом так повезло, что моя подруга является твоим другом, организатором. И мы познакомимся с Алексеем, который мне скинул видео, в котором прям детально объясняется. Леша Мальцев. Леша Мальцев, да. И вот сегодня была как раз-таки практика на разные воспалительные заболевания. И я прям словил такой инсайт, что большая часть вот этих всех вещей в моей жизни, она продиктована состояниями страха и состояниями чувства вины. И я когда практиковал... Психосоматика? Безусловно, однозначно. Я понял, что изначально, когда шел сюда, что это мой шанс лезть с гормона. И стать полностью здоровым человеком. То есть не на морально-волевых, а полноценных. Поэтому для меня было особенно важно освоить метод. И вот сейчас я захожу в холодную реку, для меня это не стресс, для меня это кайф. Что ты чувствуешь? С чем это можно сравнить? С одной стороны, вот когда я поднимаюсь на Эльбрус, я часто хожу в горы, я преодолеваю не гору. Я покоряю не гору, я покоряю самого себя. Вот здесь подобная история. То есть я преодолеваю себя, преодолеваю своего внутреннего Федора или свою Захаровну. И таким образом я понимаю, что болезнь тоже может отступить. Я могу ее преодолеть, потому что я сильнее. И если идти из сердца, то будет совершенно другая история. Готов ли ты рассказать ребятам, нашим зрителям, кейс, что будет дальше? Какой будет прогресс? Безусловно, безусловно. Я буду практиковать каждый день, у меня такое намерение, чтобы за месяц, ну, мне так пришло в практике, что 30 дней практики позволит мне слезть со всей этой истории. Я уже здесь нахожусь 4 дня, я не употребляю гормон, у меня все в порядке, я прошу прощения со стулом. И это показатель того, что эта история работает. Ну, я так предполагаю. Как тебе тур? Что ты думал о нем? Что получил? Я шел без ожиданий, вот, соответственно, поэтому у меня однозначно превышена вся эта история. Доволен? Конечно, доволен. Потому что потрясающая организация, потрясающее питание. Питание это вообще, честно говоря, я в зоке. Я такого тоже не видел никогда, ни в одном туре. У нас готовится вегетарианская еда, и она безумно вкусная. То есть я около полугода назад слез с вегетарианством, мне это было показано с точки зрения избавления от болезней. И я с него слез и понял, какое обилие, ну, есть пищи. Но когда я зашел сюда, я понял, как может быть разнообразное питание и вкусное питание, при этом полезное, даже если оно вегетарианское. Мы не знакомы были с этим методом совсем, вот. И я вообще просто была такая цель, что показать мужу, да, отвлечь его от вот этих бизнесовых дел бесконечно, когда он спит и ест с этим телефоном, просто не расстается на протяжении многих-многих лет. То есть и человек просто три дня вообще без телефона провел. То есть это такая колоссальная радость для меня, такая победа. То есть для меня вот этот тур, он вообще про любовь, про семью, про чистые какие-то отношения, про глубину этих отношений. Просто я вижу, например, здесь многие семьями, парами, да, то есть людей это все объединяет. Здесь и сейчас без каких-то масок, да, без должностей, без чего-то такого мега-социального, а вот в таком, как вы говорили, да, на самом деле чувство какого-то пионерского лагеря вот такого детского, классного, когда ты можешь вот просто быть, вот ты такой, как есть и все. А для меня, как для внутреннего моего осознания было очень интересно наблюдать мои последние там много лет проработок моих внутренних. Про то, что, например, когда я сидела в воде, мой муж переживал, что может быть тебе вылезти уже. То есть ты про такую заботу о себе, что тебя переживают. То есть так много нового, так много нового, ну какого-то интересного, глубокого. Спасибо вам огромное, очень-очень положительный опыт, вообще мне все безумно понравилось. Вот это единение, необыкновенные чувства, фантастика. И мы, конечно, дальше будем продолжать с вами куда-то ездить, потому что прям любовь с первого взгляда. Честно, я даже не знала, что здесь меня ждет, вот честно. Но вчера я залезла два раза. Три, вру, три раза. Холод. Холод, да. И было круто. Как можно объяснить вашим подругам, которые сидят и любуются лакированными ноготочками, сейчас смотря сериалы с огурчиками на глазах, на щеках, зачем это? Так, вот как объяснить, нафига вообще? А, зачем я это делаю? Да. Ну, я прежде всего это делаю для себя, чтобы посмотреть, на что я способна, что я могу. Можете ли рекомендовать попасть сюда каким-либо людям? Ну, в тур. Знаете, у меня на самом деле из знакомых все очень теплолюбивые люди, и они боятся покидать зону комфорта. Так. Но в целом порекомендовали бы? В целом я, да. Ну, я даже честно думаю, может быть, мы приедем еще. Для чего ты здесь, и как дела вообще? Как тур, как начало? Вообще шикарная, потрясающие люди, зожники. Очень ценю общение, знакомство. Хочется еще поближе, побольше узнать друг друга. И уже кажется, что 5 дней не очень много. Да. Хочу вообще попробовать, пробую этот метод, уже практикую. Конечно же, для оздоровления, для силы, здоровья, для счастья, настоящего. Добро пожаловать в семью. Да. Хотя ты уже давно в ней. Да. Ну, вообще локация, наверное, одно из самых красивых мест, которые когда-либо видел в горах. Просто вау-эффект, и кажется, что снится, и что это на самом деле что-то нереальное такое. Вот, ретрит очень крутой. Ребята все молодцы и стараются, да, это первый раз. Вот, Евгений жжет, показывает какие-то нам новые крутые штуки. Вот. И, конечно же, с каждым новым дыханием себя заново переоткрываешь. Что-то новое в теле, что-то новое в мыслях появляется. Зачем это все тебе вот? Зачем ты приехал? Что ты ищешь? А я с детства был исследователем, и мне было любопытно все. Исследовать мир вокруг себя и мир внутри себя. И здесь как бы я совмещаю путешествия и, скажем так, работу с сознанием и подсознанием. Ну и физика, наверное, имеет значение. Или к физике тренда на душу? Нет, физика тоже. Ну как без тела нет духа, и в обратную сторону это так же работает. Тренируем тело, тренируем дух. Наскажи, пожалуйста, несколько слов о первых трех днях. Что происходит, все ли хорошо? Все очень здорово, очень классно. Ну а в целом, как организация, все ли хорошо? Вообще отлично все, эмоционально, это просто всплеск, это горы, ребята просто на одной волне. Сам метод? Шикарно просто, это первый раз, я не слышала, не видела, но прокачка за эти вот только, это только начало. Это только начало! Обалдеть! Как дела, как площадка? Дела вообще волшебно, все круто. Я здесь как будто бы уже дома. Многих уже вижу не в первый раз, поэтому все. Это тоже зачем ты ехала? Я ехала за холодом и за общением, и за встречей с теми, кого я уже знаю. Кайф! Кайфуй! Пару слов, как тебе сегодняшний день, и что здесь происходит, кто эти люди, почему они такие странные? Они не странные, а необычные люди, наверное, которые хотят узнать что-то новое. Ты раньше практиковал метод? Нет, только сегодня. Нет, ну дыхание, да, я практиковала, но вот так вот много, только сегодня дышала. Как тебе дыхание? Мне понравилось, но мне больше нравится задерживать дыхание, ощущение, когда вот там ты не дышишь. Можешь ли порекомендовать такие сейшены другим людям? Ну да, наверное, если люди хотят узнать что-то новое, конечно же, можно рекомендовать. Благодарю тебя. Как тебе наши встречи первый день? Здорово. Практика дыхания очень понравилась. В воду я не зашел, но я думаю, завтра я созрею. Как ваши дела? Все здорово, на самом деле. Был момент, когда было страшновато во время дыхания, потому что начала отключаться просто совсем, да? Но поймала этот момент и поняла, что это как раз то, что нужно, да? Это прям все, от чего я приехала. Да все понравилось. Кто зачем-то ехал? Все превосходит мои ожидания. Кайф. Как народ? Вода только недостаточно холодная. Но мы ее завтра будем морозить. Да, из-за этого, ну, рассчитываю, что завтра будет вода ледяная. Ну, сколько? Сколько? 2-3 градуса. Ребята, белорусы, наши гости. Скажите, вот честный, коротенький отзыв о туре. Это мои гости. Кто у кого в гостях, да? Все замечательно. Ты два больших пальца. Да. Все, коротко и ясно. Что понравилось? Все. Ну, все понравилось. Все здорово, весело, классно. И мне кажется, что каждый уезжает сейчас с такой глубокой надеждой, да, на то, что полученное здесь, оно прорастет дальше, оно даст хорошие плоды в нашей обычной жизни. Наверное, это самое важное. Вот за это всем огромное спасибо всей группе, да, понятно, что организаторы это симбиоз, да, это просто вот удивительно такой единый организм, который кажется, что, да, состоит из разных людей, несомненно, но каждый выполнял свою функцию и настолько дополнял друг друга, да, что только это помогло нам вот сейчас. Быть всем довольными и, в общем, позитивными и радостными. Спасибо вам, ребята, все, что вы стали вот прям искрами, которые загорелись. А организаторам за то, что вы вскрыли нас, потому что вскрыть людей, которые живут в обычном ритме, таком тяжелом, городском, это сложная задача, правда. Вы нас вскрыли, и это супер. Я хочу поблагодарить ребят, потому что это не... Это все настоящее. Они отдали частичку себя, они отдали свои какие-то вот живые истории, и нам передали их. Я, как сказал Миша, второй раз, когда я ехал первый раз, у меня запрос был зайти в холод. Когда я ехал второй раз в запрос, я, блин, я не знал, смогу ли я ощутить того, что было в первый раз. Потому что, ну, один раз, наверное, бывает что-то в жизни. Сейчас, ну, я не знаю, каким сказать это слово, ну, я кончил. И вот этот кусочек ребят, наверное, он с нами на всю жизнь, поверьте. Мы мыслим и не мыслим, мы уже адепты этой истории, и мы ее будем нести в массы, как я делаю. За три месяца уже как минимум 4-5 человек, и нас будет только больше. Мне было очень сложно выбраться сюда. Вот в ежедневном, вот это потоки дел, 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 все не успеваешь, все время некогда, бежишь, 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 не вздохнуть, не почитать, ничего. И в тот день, когда мы должны уже были выехать, я уже понимаю, просто я ничего не успела приготовить. Я просто ничего не сделала. Я не оставила дома ребенку продуктов, я не собрала вещи. Меня просто накрыло невероятно. Ну, когда я приехала сюда, я просто посмотрела на всех людей и думаю, ну, у них, наверное, не меньше, чем у меня проблем. И, наверное, у каждого подобное что-то происходит. Что-то не успевают, что-то не доделали, что-то сделали на трояк вместо пятерки. Ну, никуда не деться, все собрались, все приехали, и у всех такие спокойные лица. Никто никуда не бежит, никто не торопится. Все побросали телефоны, их отключили. И мне так сразу стало спокойно. Я думаю, ну, наверное, в этом что-то есть. Коллективное, вот это бессознательное тоже работает. Ну, это, наверное, в последнее время для меня стало образом жизни. То есть, постоянное испытание комфортное себя, да, и состояние... Комфортный дискомфорт. Комфортный дискомфорт, да. То есть, гормезис, управляемый стресс для организма, это вот стало частью моей жизни. Поэтому сейчас я не представляю, как бы я без этого жил. Когда вокруг тебя единомышленники, которые с таким же намерением идут и делают это совсем другая история. Причем много предпринимателей именно. Да, да. Есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить, есть о чем договориться, познакомиться. Как организация? Отлично. Ты доволен? Да, я доволен. Не могу сказать, что какие-то есть к чему-то претензии. Все очень... Все прошло очень хорошо. Питание, атмосферы, общение, атмосфера. Все на высшем уровне. Мне сейчас очень круто. Никакого пляжа пока. Сань, как дела? Не хочется на горячей... На самом деле, тут вода теплая. Да? Это все постановочное видео. Да, это вот пластмассовый лед. Вода подогревается, все жарко, все, я ухожу. Становись на фонах. Все. А вот Аленушка, она приехала почти в последний вагон, прыгнула. Молодец. Олег, как ощущения от нашего Сейшина? Прекрасно. Что понравилось, что запомнилось? Что будешь вспоминать? Людей, в первую очередь, людей. Самое ценное. Спасибо. Алена попала в тур, даже не в последний вагон, а просто в сечение обстоятельств. Это очень хорошо. Как тебе? Очень нравится. Благодарю. Как метод тебя? Удивил. То есть не так просто, как кажется, согласись? На самом деле, очень много фейков в интернете, благодаря которым можно представить все по-другому. И когда первоисточника, ученика первоисточника. По-другому. Да? Тут есть Женя Титков, которого я не видел в прошлый раз, но в этот раз я его увидел. Легендарный чувак, который просто как бы, блин, мне кажется, тебе надо было в ведущем где-нибудь на телевидении работать. О чем ты не говоришь, какая-то произведение искусства получается. Про баню, про чай. В общем, вездесущий человек, который все организовывает. Все едины, все это одно. Ну, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, всем спасибо. Охеренный тур. Я хотела сказать, про что для меня практика простекло. Про шаги в жизни, которые на вид кажется страшно сделать. И они кажутся такими опасными, такими рисковыми. А потом вступаешь, а там вообще все жажко. Только действия. Пока не шагнешь, никогда не поймешь. Сейчас. Спасибо большое. Как ощущения, Дим? Классно. Это просто бодрится. Либо грипаем от энергии и от оптимизма всех окружающих. Леш, первые впечатления о первых трех днях. Да хорошо, прекрасно. Глубокая работа ведется. Поэтому замечательное место. Спокойная организация. Со спальником. Мне очень кайфово. Сейчас еще наверху на крыше поедем. Мне кажется, это вообще будет идеально. Нормально. Кто сказал? Не повторяйте. Не повторяйте. Это, друзья, дома. Стас. Профессиональный каскадер, поэтому ему можно. Лезяной человек. Он в страховке. Ну, для меня все в диковинку. Я первый раз, ну, сталкиваюсь с такой, с такими мероприятиями. Все в диковинку, но мне нравится. Мне кажется, что меня это зацепит. А что именно? Дыхание. Дыхание мне очень понравилось. Вчера, да? Нет, сегодня. Я сегодня первый раз попробовал. Мне говорят, что это еще вообще микро. Дальше больше, впереди. Я жду вечера. Кто ты в обычной жизни, твоя профессия? Я инженер. Понимаете, ребят, вот люди разных профессий, разных статусов, разных интересов. Например, Алексей пригласил шеф за компанию. Он вообще не знал, куда едет. Никакой метод не слышал. И в этом кайф. По-прежнему? По-прежнему хорошо. Как площадка била, в частности? Очень красиво. Искренне? Искренне красиво. Вернешься в баньку? Вернусь, конечно. Все очень вкусно. Вот захотелось узнать рецепт талантыш. Ты довольна? Я очень довольна. Не боишься ли набрать лишний килограмм? Боюсь, но у нас же здесь правильное питание. Рецепты мы, наверное, дома готовить их не будем. Я тоже буду. Классно. Живое. Еда. Вкусно очень. Алена молодец. Атмосфера. Очень хорошая. Люди. На самом деле, очень хорошо собралась компания. Очень какие-то все внутри светлые. И, честно, на второй день, казалось бы, все должны только знакомиться. Уже как будто есть вот это ощущение, что все в ближности. Все супер. Здорово. Самый яркий момент, может быть. Яркий момент – это первое погружение. Страшно было? Была легкая измена. Вот. Поскольку хотел погружаться первым. А получилось, что стал погружаться последним. Вот. Ну, в любом случае, благодаря наставникам, Санцею, погружение прошло круто. Да. И, наоборот, придало сил дальше развивать это в себе и накапливать эту энергию к вас. Так что, всем советую, ребят. Погружайтесь в метод. Как компашка? Компашка – здорово. Люди все разные, из различных регионов. Интересные, веселые, подвижные, игривые. Есть голые спуски горнолыжные, а есть конкурс изящных шляпок. И в конкурсе изящных шляпок сегодня побуждает Раиса. Вдох. Вдох. Делай вдох. Не делаешь вдох чуть интенсивней. Чуть больше. Костя, скажи, как первый твой лед? Ну, я думаю, что он не первый, но тем не менее. Первый туровский. Как ощущения? Да, отличная. Вообще ощущения, отличная, обалденно. Для чего ты все это делаешь? Знаю, но как начал делать, у меня прям мировоззрение все даже поменялось. Не то, что там. Жизнь, вообще все поменялось. Кайф. Кайф, да. И у Салада. Как тебе тур? Замечательно. Это было круто. Немножко выдохнули? Вы сегодня в бане, да? Мы сегодня в бане. Вам повезло. Вы сегодня выдохнете еще больше. Такой адреналин по стеклу сейчас был очень такой. Интересный. Я так боялся, честно. Но лучше действия. Я так говорил, типа, зачем мне это надо? Если жизнь заставит, я пойду, а тут бам. И все просто. Вот я не ожидал. Как тебе первая практика? Погрузочка? Супер. Надо увеличивать время. Провокаторы тут меня спровоцировали. Я так-то не собирался. Дыхание зашло? Дыхание, да. Отличается от самостоятельного. Да, но тут кач прям мощно. Дома это как разминочка, а тут прям кач-кач. Что тебе это дает? Домышек! Стабильную психику и, возможно, победу над собой. Я же сильный человек, правильно? А как еще по-другому узнать? Никак. Вань, пару слов по холоду. Как все прошло? Все прекрасно. Я чуть-чуть в Пскове потренировался. По минутке там в озере посидел. Но 10 минут впервые. Скажите, Леонид, как дела? Великолепно. А кто вчера был мафией? Вчера мафией. Были абсолютно неожиданные люди. Ты был в замешательстве? Да. Как тебе местечко? Местечко суперкрасивое. Леонид, пару слов о туре. Что было интересного, нового? Прекрасно все. Организовано? Хорошо. Еда? Ой, еда вообще сказка. Первый раз в моей жизни точно. Я такого вообще никогда не спитала. Леша какой-то невероятный человек. Вообще я даже не думала, что я так умею плакать. Впервые на таком мероприятии. Вот. Мне очень понравилось. Я, так сказать, вошел в эти все события, дыхание, во все это. Понял, что мне это помогает. Я хочу на этом остановиться, как бы продолжить это. Всем спасибо вам, организаторам и так далее. Все, кто принимает участие. Я всегда видел в Жене вот это переживание за то, чтобы все шло хорошо. Когда он там в бане говорил, что, пожалуйста, не общайтесь. Он искренне переживал, чтобы все участники получили максимальное удовольствие. Я очень рад, что организаторы, владельцы этого родового поместья наконец-то сделали дегустацию. Женя немножко отпустило. Немножко расслабило. Наконец-то я почувствовал, как ему, наконец-то, и он тоже, и он тоже кайфанул, наконец-то. Дядя Сереж, скажи пару слов. Как первые впечатления о нашем мероприятии? Очень интересно, неожиданно, необычно. Было невероятно красиво, потому что сейчас мы находимся в самом разгаре осени, когда зелень, цветные яркие краски. Просто восхитительно. Вот, поднялись наверх, было озеро. Температура воды 2,8 градусов по Цельсию. Купались в нем, практики. Ну, просто восхитительно. Это то, что ты ждал? Да, то, что я ждал, я понимаю, что впереди будет еще только лучше. Просто не могу с этим спать. Я расслабилась, постаралась расслабиться, и вот уже под конец, мне уже стало более комфортно. И как-то спокойствие, наверное, и отрешилось. Тело вообще растворилось полностью. Вообще полностью. И осталась только одна вибрация. И была, ну, я не знаю, как это сказать, короче, была дорога дальше идти. Я понимал, что вот можно дальше идти, глубже. Ну, реально, я забоялся, потому что это ощущение первое такое, мощное. Сколько я практикую. Я попал в детство. Все, 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 все. Создали ничего? Знаешь как, мне не надо защищаться. У меня, по-моему, слезы, и мне там хотелось расслабиться. Меня ничего не просят. Меня просто любят. Не надо броню никакой. Еще потом, когда выходил, прикольно, ничего не чувствовал. Только чувствовал, вот эта часть только. Глаза, нос и рот. Такое ощущение, что у тебя нету. И так вот. Еще с нами.